Всем дарили красивые выплаты с сиренью, мне тоже дарили, но я была вынуждена удалиться, так что портила романтику. В парке и сквере с цветущей сиреней и черемухой Надежда всегда обходит стороной. Пыльца от растений становится причиной зуда в глазах, боли в горле, сухости кожи. Несколько лет назад аллергопробы показали, что у девушки пыли нос. Теперь ранней весной без таблеток никуда. Респиратор сняла специально для общения с нами. Кстати, врачи говорят, это и весной пациенты обращаются чаще. Способствует сухая погода распространению пыльцы. То есть, когда проходит дождь, пыльца прибивается, и аллергики реагируют меньше. А в сухую ветреную погоду они как бы реагируют сразу, и глаза слезятся, чихание, заложенность носа. У соседей через один участок есть черемуха. И когда я приехала на свой участок, я спокойно ходила, потому что знала, что ничего не будет. Но была ветреная погода, и через какое-то время я поняла, что глаза у меня чешутся, покраснело, тело покраснело. И я сопоставила и поняла, что ветер дует как раз со стороны черемухи. Кто-то страдает полинозом с детства, кого-то он настигает в зрелом возрасте. Главное – не лечиться самостоятельно, а обратиться к врачу, говорят специалисты. И советуют после того, как пришли с улицы, промывать глаза и нос, желательно, чтобы дома был кондиционер, в период цветения поменьше бывать на улице. Антигистаминные препараты, капли для глаз и носа в этот период тоже необходимость. Многие считают, что аллергия не лечится, но врачи уверяют, что избавиться от того же полиноза можно. Нужно прийти к нам в осенний период, когда все отсветет. Мы проводим аллергологические пробы на цветение деревьев, трав, выявляем, на что аллергия, и потом из этих аллергенов проводим специфическую иммунную терапию. То есть это как вакцинация. Делаются прививки из аллергенов. Прививки ставятся осенью и зимой. Три года постоянной вакцинации дают возможность избавиться от аллергии на 5, а то и 10 лет. Врачи даже говорят, что можно и вовсе забыть про полиноз и спокойно проводить время на улице весной и летом, не опасаясь зуда, кашля и чихания. Надежда пока обходится без прививок. Но тем, кто реально мучается от аллергии, посоветовала бы попробовать этот метод профилактики и лечения. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.